28 марта в администрации Кашхабского района под председательством главы Заура Хамирзова состоялось традиционное предпосевное совещание по вопросу организованного проведения весеннеполевых работ в 2023 году. В зале присутствовали руководители агропредприятий и фермерских хозяйств, агроспециалисты, руководители сельских поселений. С состоянием дел в области растеневодства присутствующих ознакомил начальник управления сельского хозяйства района Заур Самугов. Из-за долгой до севая архитектурка в Кашхабском районе стала традицией проведения предпосевного совещания. Сегодня я хотел бы ознакомить вас с состоянием дел в области растеневодства. Для своевременного и качественного выполнения комплексов сельсинеполевых работ и для обеспечения производства запланированных объемов зерна и других видов сельского хозяйства продукции с производителями района уже проведена необходимая работа по выполнению намеченных предприятий на этот период. Главный упор был сделан на качественное выполнение графических требований, в объемах, которые возлагают финансовые возможности. Говоря о весенополевых работ, нельзя не сказать, что в первую очередь, что рацаны уже заложены на хозяйственную культуру даже в 2020 году. Посеянные в семи категории хозяйств на зимой культуре всего 18 550 000 гектаров, что составляет 103% предыдущего года, в том числе и на зерно 16 450 гектаров, что составляет 103% предыдущего года. Всего огорода и культура и момента составляет 58% в посевной площади. По культурам площадь для зимы Гастера распределились следующие новые запланированные. Шиница зимой 14 990 гектаров, 104% предыдущего года. Ичмень зимой 1460 гектаров, 100% рапс 2113 гектаров. Из-за отсутствия осадков в весеннем периоде в 2020 году расходы зимокультур были нервными мерами и ушли в зиму ослабленными. Лишь благодаря мягкой зиме и восполнению осадков в европе 95% зима находится в хорошем и улучшенном состоянии. Перед нами стоит задача сохранить в весеннем периоде посевной зимы Гастера и принять меры для получения высокого урожая. Для этого в районе создан определенный запас удовлетворения посудов. На сегодня приобретено 6422 тонны генеральных удобрений, что составляет 12-132% от потребностей, часть которых уже внесена в почту в виде подкормки. На сегодня в районе завершена первая подкормка на площади 18 500 гектаров, что составляет 100% посевных озимокультур. И вторая подкормка близится к завершению. Можно отметить, что зимные зимовы и другие зимующие культуры визации неоднократно разобновили вегетацию и вегетировали зимующие осадки, чтобы повлекло расходы стены на питательные вещества. Чрезвычайно важно, качественно и современно подкормить все перезимавшие посевы. Под урожайом в 2022 году в районе предназначение посеять 16 681 тысячи гектаров ярких культур, в том числе ярого речмения 108 гектаров, овца 130 гектаров, что уже посеяно. Подсолнечника 9100 гектаров, планируем посеять кукуруза на зерно 6760 гектаров, соя 440 гектаров, кормовый культур 30 гектаров, картофель и овощи, бакчурный культур 41 гектаров. Продолжение посовщиков по поставкам 7-го матрина поступает достаточно много. Мы стараемся оперативно рассылать имеющуюся информацию в хозяйстве для ограбления сортов. Среди них достаточно много сортов российской селекции, апробированных для использования в нашем 6-м регионе допусков. Учитывая условия межного года, необходимо проводить посевные работы, неверенно при появлении соответствующих условий. Погодные условия на текущий момент благоприятствуют земледельцам. Мягкая земля, политические осадки, особенно в феврале, способствовали накоплению влаги. Проведение комплексов весенних полевых работ в сельхозприприятии района, обеспеченные семенами для проведения села и архитектуры, приобретено пестицидов на 12 500 гектаров, что составляет 72% от необходимого. Для своевременного и качественного проведения вышеоказанных работ на сегодняшнем совещании. В период весения полевых работ актуальными становятся вопросы перемещения крупногабаритной техники по дорогам общего пользования. О порядке их передвижения еще раз напомнил заместитель начальника ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Рустем Гиш. Далее выступила руководитель филиала Росельхозцентр по республике Адыгея Анна Минакова. Ее выступление было посвящено обзору фитосанитарного состояния посевов в текущем году. Некоторые вопросы, которые будут самыми проблемными в этом году. Ну, в первую очередь, вы все знаете прекрасно, что на фоне бесснежного попрова у нас прошла зима. Причем с присутствием низких температур, которые могли бы как-то повредить культуру. Но в связи с тем, что так сложились погодные условия, все зимующие и озимые культуры перезимовали удовлетворительно. На сегодняшний день, особенно после подкормки, выглядят очень даже хорошо. Единственное, что пострадал очень сильно рапс. И стоит отметить, что в этом году ожидается следующая ситуация, что касается рапса. То он быстро развивается, то есть бурно. Но роста пока нет. Поэтому он выкидывает бутон. И всем сельхозтоваропроизводителям необходимо подумать над тем, чтобы уже провести обработки инсектицидные. Потому как сейчас работают несколько вредителей, которые, если залезут в стебель, то вы понимаете, что вы потеряете урожай от 20 до 50%. Поэтому все сотрудники наши готовы предоставить рекомендации. Обращайтесь и по адресным обработкам тоже. Далее, что касается озимой пшеницы. Озимая пшеница хорошо развита. И надземная, и подземная части. Поэтому подкормки усилили рост и развитие идет соизмеримо. Но наблюдается ранний выход, где-то порядка на 25 дней, пьявицы краснобруды. Тот, кто сталкивался с этим вредителем, понимает, какие он может нанести, какой ущерб и так далее. Поэтому на сегодняшний день наши рекомендации заключаются в том, чтобы в первую очередь вы провели обработки гербицидные с фунгицидным добавлением. То есть это против болезней и против сорной растительности. Но гербициды выбирайте широкого спектра действия и противозлаковые. А также по фазам вегетации, чтобы это был длительный период применения. И инсектицидную обработку, то есть обработку против вредителей проводить отдельно. Потому что в этом году солнечная инсоляция таким образом будет являться, что просто-напросто фитотоксичность будет проявляться на растениях. То есть это и пожелтение, и отражение на болезнях, которые будут сильно развиваться. И усыхание листовой пластинки. А вы сами понимаете, что усыхание листовой пластинки это нарушение аппарата, который работает на само зерно, на его выполненность и на его вес. Что касается азимового чменя. Азимовый чменя в этом году, он как никогда будет, конечно, быстро развиваться. Поэтому всем надо будет готовым к тому, чтобы готовить уже технику к уборочному периоду. Потому что ячмень сейчас после подкормок имеет хорошую массу. Также густота, коэффициент вкушения составляет от 5 до 7 штук побегов на одно растение. Поэтому всем необходимо просто запастись фунгицидами. И инсектицидами как таково мало обрабатывают ячмень. Поэтому здесь в основном и гербицидные, и фунгицидные обработки стоит провести. Ну и что касается общей ситуации тем, кто выращивает посевы на семена. На семена вы знаете, что посевы надо опробировать. Поэтому заблаговременно обращайтесь к нашим сотрудникам, для того, чтобы они привязали, то есть геопривязку сделали на поле. Потому что мы в этом году не сможем проводить апробацию без геопривязки. Ну вот такое вот новшество у нас сейчас, по которому мы работаем. Главный государственный инспектор отдела земельного надзора Южного межрегионального управления Росельхознадзор Нальбимиремов разъяснил присутствующим положение новых законодательных актов, вступающих в силу с 1 марта 2023 года, посвященных новым требованиям обращения с побочными продуктами животноводства. В операции я попытаюсь рассказать вам о новшестве побочного продукта животноводства. Этот вид деятельности сейчас будет Росельхознадзором контролироваться в двух направлениях, то есть в ветеринарном и земельном надзоре. Что касаемо ветеринарного, это то есть формирование побочного продукта животноводства, переработка, хранение, транспортировка и реализация. А госземнадзор будет уже соблюдать требования, которые уже будут вноситься в полях, то есть как органическое удобрение используем в полях, мы уже будем контролировать их на сельскохозяйственных полях. То есть что нужно необходимо сделать? Фермеры, которые занимаются животноводством, они подают заявление в территориальный орган наш о том, что они будут производить побочный продукт животноводства. Соответственно, если они это заявление подают, они не будут являться отходами производства и уже не будет, как говорится, поднадзорный Росприводнадзор и платить за негативное воздействие данной продукции. Требования, конечно, в ветеринарном направлении имеются к побочному продукту животноводства, хранение, складирование, площадки необходимые, необходимо соблюдать время, сроки. И после получения результатов анализов, которые будут проводиться от ведомственной лаборатории и аккредитованные по этому анализу, уже получается документ о том, что он является побочным продуктом. И, соответственно, уже можно вносить как органику в наземное сельхозназначение. Если вносить в наземное сельхозназначение не побочные продукты, то есть не прошедшие всю эту процедуру, это будет являться, можно сказать, загрязнением, отходами производства. И меры воздействия уже будут приняты соответствующие административные штрафы, порчи, наложения и ущербы будут просчитываться. О поддержке агропромышленного комплекса в Кашхабрском районе в период весенней посевной кампании сообщила главный кредитный аналитик отдела по работе с клиентами микробизнеса акционерного общества Ростельхозбанк Нина Бондарева. В данном случае банкам предлагается несколько вариантов. Это для действующих предпринимателей, которые осуществляют деятельность. Есть годные программы, которые позволяют начинающим фермерам, которые оказывают поддержку начинающим фермерам. Также в данном направлении банкам разработано несколько программ, которые упрощают с облаченным пакетом документов, соответственно, сокращенные источники рассмотрения данных заявок. При рассмотрении заявок устанавливается индивидуальный график подошвения, то есть это очень удобно для сельскохозяйственных производителей. График устанавливается после уборки урожая в основном. И таким образом, как бы, есть годный период, когда можно осуществлять свою деятельность, а уже оплачивать за должность уже после уборки. Кроме этого, банкам предусмотрено ряд программ, которые позволяют предпринимателям приобретать технику, как новую от дилеров, так и бывшую потребление технику. Данные программы работают в рамках поддержки Министерства экономики и Министерства сельского хозяйства. Кроме этого, у нас в банке предусмотрено ряд программ по финансированию текущей деятельности. Это, может быть, оверграфты или кредитные карты. В каждом случае, при работе с каждым клиентом, у нас индивидуальный подход и устанавливается индивидуальный график подошвения. Возделывание доз азотных подкормок на урожай озимой пшеницы, технология возделывания подсонечника – эти и многие другие вопросы были рассмотрены на совещании. Прошедший семинар предоставил местным аграриям необходимую актуальную информацию. В ходе мероприятия его участники активно задавали вопросы выступающим, делились опытом решения поднятых проблем в своих хозяйствах.